Кириллу Сафонову, очаровательному красавцу с бездонными голубыми глазами, как правило, достаются образы холодных бизнесменов или жестоких преступников. И, к сожалению, истинный характер актёра совпадает с его киношным образом. Почему его первая жена умерла в одиночестве от алкоголизма? И где он сейчас вместе со своей новой избранницей? Кирилл Сафонов родился 21 июня 1973 года в селе Ермаковское Красноярского края. Его отец Леон Сафонов участвовал в строительстве Саяно-Шушенской ГЭС, позднее занимал там должность главного инженера. А мать Галина Сафонова преподавала русский язык и литературу. Кирилл – младший ребёнок в семье, у него есть две сестры, которые сейчас проживают в Израиле. В 1979 году семья перебралась во Львов, где Галина Сафонова стала руководителем местного дворца пионеров, который стал активно посещать её увлечённый театром сын. Когда Кириллу было 12 лет, его родители развелись, и все заботы воспитания и пропитания детей легли на мать. После развода родителей Кирилл начал подрабатывать, а в старших классах ездил летом в стройотряды. Одновременно он занимался в кружках и участвовал в школьных творческих конкурсах. После окончания школы Кирилл пытался поступить в местный институт культуры, но провалил экзамены. Через несколько месяцев он с семьёй вернулся в Сибирь. Позже он поступил в Красноярский государственный институт искусств. Через год обучения он перешёл на второй курс ГИТИСа. Несмотря на наличие таланта и трудолюбия, Сафонов так и не окончил обучение, и диплом не получил. Перед самым выпуском он проявил свой трудный характер, отказался читать один из монологов в дипломном спектакле. Это произошло прямо накануне выпуска пьесы. Гончаров очень рассердился на строптивого студента и добился отчисления его из вуза. Но в карьере ему это не слишком помешало. Талантливого актёра пригласили в труппу театра имени Маяковского. Позже он перешёл в театр имени Станиславского, после чего Леонид Каневский пригласил Кирилла Сафонова в израильский театр Гешер. Он выучил иврит всего за два месяца, а позже получил второе гражданство – израильское. Именно в Израиле актёр дебютировал в кино, снявшись в фильмах «Пыль», «Вечер спасённых» и ещё в нескольких картинах, причём в четырёх из них он сыграл главные роли. Позже обратили внимание на актёра и на родине, где режиссёры стали всё чаще приглашать его в свои проекты. С первой женой Еленой Кирилл Сафонов познакомился ещё в юности, и страсть его была такой сильной, что в 18 лет он уже повёл возлюбленную под венец. Вместе с Еленой он потом приехал в Москву, когда поступил в ГИТИС. В столице в 1994 году у них родилась дочь Анастасия, а после семья в полном составе перебралась в Израиль. Нельзя сказать, будто в их жизни всё было гладко, но супруги старались преодолевать все трудности стойко. Когда Кириллу стало скучно только играть в театре, он начал искать более земную работу, которой он, кстати, никогда не боялся. До того момента, как актёра стали приглашать в кино, он успел попробовать себя в роли бармина в местном баре. Потом начал озвучивать фильмы, благо и в ритм к тому моменту он владел в совершенстве. А вот отношения с женой постепенно полностью изжили себя. Какое-то время супруги ещё жили вместе по инерции, воспитывали Настю, но позже стало понятно. Иллюзия семьи никого из её членов не делает счастливым. К счастью, Кириллу и Елене удалось не стать врагами после развода, поэтому они оба продолжали принимать участие в жизни дочери. Долгое время о жизни Елены ничего не было известно, кроме того, что она снова вышла замуж. Но эти отношения тоже закончились разводом. Чтобы отвлечься от любовных неудач, женщина пыталась забыться с помощью алкоголя, что и погубило её. Летом 2018 года стало известно, что 42-летняя женщина скончалась от этой пагубной привычки. По словам её второго мужа, фотографа Вадима Сухаревского, у Елены давно была алкогольная зависимость. Она не признавала, что больна. Это её и свело в могилу. Её пытались положить в клинику, но в Израиле насильно лечить нельзя. Дочь пыталась уговорить её на лечение, но Елена никого не хотела слушать. Это привело к тому, что Анастасия и вовсе отказалась общаться с матерью, что и стало последним ударом для Елены. Сухаревский говорил, что перед смертью Елена пыталась дозвониться дочери, но та не захотела с ней разговаривать. Сейчас красавица Анастасия живёт в Нью-Йорке, где строит модельную карьеру. Многие считают, что девушка очень похожа внешне на свою маму. После распада своей первой семьи, актёр вовсе не спешил вступать в новые отношения. Конечно, какие-то романы у него случались, но о браке речь не шла. Однажды в 2008 году в одном из клубов он столкнулся с Сашей Савельевой. Это было какое-то озарение. Актёр вдруг понял, что эту девушку он готов вот прямо сейчас взять за руку и увезти на край света. Саша Савельева, солистка группы «Фабрика», тоже не осталась равнодушна к Кириллу. Он не только смог привлечь её внимание, но и совершенно очаровал. Уже после первого свидания актёр признавался певице в любви, правда делал это на иврите, очень боясь испугать девушку силой своих чувств. Впрочем, переживал Кирилл Сафонов совершенно напрасно. Девушка не сводила глаз с человека, который уже тогда казался ей воплощением идеала. Прошло три недели с момента знакомства молодых людей, а Саша Савельева уже представила возлюбленного своей семье в качестве официального жениха. Бракосочетание было очень пышным, и местом его проведения была выбрана усадьба Царицына. Их совместную жизнь нельзя назвать простой и безоблачной. Как всем творческим людям, им свойственны взлёты и падения, кризисы и успехи. Однако, несмотря на все разногласия, они всегда умели найти компромисс, и в 2015-м собрали гостей на праздновании деревянного юбилея. В 2019 году супруги, наконец, стали родителями. На свет появился их сын Леон. Правда, его рождение было экстренным. Так как врачи из-за повышенного давления Саши Савельевой стали всерьёз опасаться за жизнь мамы и малыша. Леон родился недоношенным, весил всего 2 килограмма, а Саша очень тяжело приходила в себя после родов. Тогда Кирилл оставил театр ради того, чтобы постоянно находиться рядом и помогать жене, но при этом продолжал сниматься в кино и полностью обеспечивать потребности своей семьи. В круг его забот входит не только жена и их маленький сын, а все, кто ему дорог, включая маму, сестёр, племянников и дочь Анастасию. Конечно, ради возможности больше времени проводить с семьёй, актёр от некоторых проектов отказывается, потому что считает, нет ничего в жизни важнее близких. В 2022 году Кирилл Сафонов принял решение переехать из России в Израиль. «Мы живём, как жили последние 14 лет со дня нашего знакомства с Кириллом, но почему-то только сейчас это начало кого-то удивлять», отметила Саша Савельева. «Музыка»